Знаменитый ясновидящий однажды сказал, что сможет предсказать ход бейсбольного матча, прежде чем он начнется. Как вы думаете, как ему это удастся? Вот вам подсказка. Мыслите нестандартно. Хотя, что это значит, мыслить нестандартно? Откуда берутся гениальные идеи и нужно ли быть гением, чтобы придумать что-то необычное? А давайте сейчас и попробуем. Закроем глаза, толкаемся ни о чем не думать и подождем хорошую идею. Увы, ни одной блестящей идеи. Тогда как это работает? Неужели гениальная идея – это особое зарение, которое снисходит только на головы избранных? Нет, это не так. Идея, выражаясь современным языком, – это ремикс из всего пережитого и всего обдуманного. Это сплетение всего, что вы читали, видели, слышали, ни больше, ни меньше. А как же Ньютон, которому на голову упало яблоко, спросите вы? Он же описал законы гравитации. А как же Майкл Джексон, который утверждал, что мелодия песни «Билли Джинн» стала для него неожиданным открытием? На самом деле Джексон был ярым трудоголиком и перфекционистом, и часами сидел в музыкальной студии в поисках нового звучания. И он его находил. А Ньютон сам признался, что заглянул так далеко только потому, что стоял на плечах гигантов-предшественников. Вот вам еще один пример. Прежде чем стать писательницей детективов, Агата Кристи была медсестрой и проработала фармацевтом в аптеке. И в результате 83 жертвы в ее книгах были отравлены. Вот и весь секрет. А это значит, что хорошая идея – это прежде всего результат стараний, и она доступна каждому. Но не стоит обманываться. Хорошая идея – это еще не все. Самое сложное – ее реализовать. Но не будем бежать впереди поезда и поговорим о творчестве. Причем о творчестве не просто как об искусстве, а как об особом мышлении. Об умении находить нестандартные решения повседневным проблемам. Будь то написание нового шедевра, либо подбор обоев для гостиной. Его-то мы и назовем продуктивным мышлением. Как же включиться в творческий процесс? Где найти вдохновение для продуктивного мышления? Я перебрал множество советов и выбрал для вас пять основных идей. Первое. Будьте готовы к новым открытиям. Читайте что-то новое, посещайте новые заведения, занятия, слушайте новых музыкальных исполнителей. Возвращайтесь домой новой дорогой, будьте спонтанными. Стремитесь узнать больше о том, что вас вдохновляет. Наблюдайте за людьми и явлениями вокруг вас, как художники. Старайтесь увидеть привычные вещи под другим углом. Не ставьте перед собой преград, так как все возможно, пока не доказано обратное. Второе. Делайте заметки. Возьмите за правило носить с собой листки бумаги, тетрадку или блокнот для записей. Не думайте, что запомните идею. Они имеют свойство ускользать. Сразу записывайте их, а потом дорабатывайте или свободно избавляйтесь от них. А главное, цените свои идеи. Третье. Создавайте для себя ограничения. Самым явным примером ограничений являются рабочие сроки. Но существует и море других. Так, например, писатель Доктор Сьюз, который придумал истории о Лорекси, Хортоне и Гринче, как-то поспорил, что сможет придумать историю, в которой будет только 50 одних и тех же слов. В итоге появилась история «Зеленая яичница» и «Бекон». Четвертое. Отдыхайте, медитируйте, размышляйте. Наверняка вы замечали, что самые хорошие идеи приходят к нам, когда мы устали, хотим спать, принимаем душ или убираем в квартире. В это время мы думаем ни о чем и обо всем. Расслабление направляет поток наших мыслей в правильное русло. Поэтому не забывайте веселиться и отдыхать. Пятое. Творите постоянно. Пусть это будут мелочи, но из мелочей состоит жизнь. Невозможно ничего не делать и копить в себе силы, а потом в одночасье сотворить шедевры. Залогом творческого успеха являются именно кропотливые длительные тренировки. Не стоит от себя требовать звезд с неба. Просто положите перед собой лист бумаги, гитару, рабочие материалы и приступайте. Самое трудное – сделать первый шаг. И даже если вы упадете, вставайте и пробуйте снова. И, конечно же, всегда возвращайтесь за вдохновением к тем, кем восхищаетесь. Учитесь у них. И однажды вы окажетесь с ними в одном ряду. Итак, подведем итог. Будьте открытыми ко всему новому. Делайте заметки идей, которые вам покажутся хорошими. Ставьте для себя ограничения, как это делал доктор Сьюз. Веселитесь и непременно отдыхайте. А также творите по мелочам. Потому что однажды они перерастут во что-то большее. И... чуть не забыл. О загадке про ясновидящего, который обещал предсказать счет игры, прежде чем она начнется. Как он это сделает? Ответ прост. До начала игры счет всегда 0-0.